Добрый день, друзья! Тесто для пирожков по этому рецепту самое удачное, пуховое, мягкое. Выпечка остается надолго свежей и не теряет своей воздушности. Начинку можно брать абсолютно любую. У меня сегодня будут пирожки с нектаринами. В миску наливаем 200 мл теплого молока, добавляем 6 г сухих дрожжей и 2 ч.л. сахара от общего количества. Размешиваем венчиком и всыпаем 4 ст.л. муки, которые берем из 500 г, подготовленных для всего теста. Перемешиваем до однородности. Опара должна получиться средней густоты. Накрываем миску тонким полотенцем и оставляем на 15 минут при комнатной температуре. За это время дрожжи прекрасно активировались. У вас должна быть вот такая воздушная шапочка, как у меня. Перемешиваем опару и высыпаем оставшийся сахар. Это где-то 40 г. А также 10 г ванильного сахара, пол чайной ложки соли. Разбиваем одно яйцо и кладем 100 г сметаны любой жирности. Сметану берем комнатной температуры. Тщательно перемешиваем и начинаем частями вводить просеянную муку. Сразу всю муку не высыпайте, чтобы тесто не получилось тугим. Да и когда муку добавляешь частями, замешивая тесто намного легче. Оно получается однородное, без мучных комочков. А когда тесто стало густым, добавляем небольшой кусочек сливочного масла комнатной температуры. Но немного оставляем. Чуть дальше я покажу зачем. Вмешиваем масло в тесто и продолжаем добавлять порциями муку. В итоге тесто не должно прилипать к рукам, но в то же время должно быть мягким и эластичным. Сегодня у меня ушло 480 г муки. Осталась буквально столовая ложка. Отвешиваю всегда для данного количества ингредиентов 500 г муки. Теперь берем то масло, которое оставляли и обмазываем им тесто со всех сторон, формируя его в шар. Накрываем полотенцем и ставим тесто в теплое место для подъема приблизительно на час. А теперь подготовим для начинки нектарины. Удаляем косточку и просто нарезаем произвольно. Всего нужно 350 г нектаринов уже без косточек. Спустя час тесто готово. Посмотрите, какое оно воздушное и мягкое. Обминаем его и делим тесто на 12 кусочков по 75 г. Тесто по данному рецепту получается необыкновенно воздушное. Работать с ним одно удовольствие. Его можно использовать как для сладкой, так и несладкой начинки. Сегодня у меня будут пирожки со сладкой начинкой, поэтому в тесто я добавила 50 г сахара. Если будете готовить пирожки с несладкой начинкой, то кладите в тесто столовую ложку сахара. Каждый кусочек теста формируем в шарик, накрываем пакетом и даем подойти 10 минут. Посмотрите, какие воздушные шарики теста. Так и хочется с ними работать и что-то лепить. На стол подсыпаем немного муки и раскатываем шарик теста, но не слишком тонко. В центр кружка насыпаем немного крахмала, равномерно его распределяем и кладем нектарины. Благодаря крахмалу тесто не будет мокрым. Добавляем сахар по вкусу. Теперь поднимаем два края теста и скрепляем их между собой, оставляя по центру отверстия. Защипываем хорошо швы. И дополнительно заплетаем еще веревочкой. И красиво, и пирожки точно не разойдутся во время выпечки. А отверстия по центру не даст пирожкам лопнуть, когда они начнут подниматься в духовке. Кладем пирожки на противень, застеленный бумагой для выпечки, на определенном расстоянии друг от друга, так как они хорошо увеличатся в размере. Накрываем полотенцем и оставляем на расстойку на 10 минут. Затем один желток и одну столовую ложку молока смешиваем вместе. И полученной смесью обмазываем каждый пирожок. Пирожки получатся равномерно румяными и глянцевыми. Ставим их выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Включаем обычный режим верх-низ без конвекции. Посмотрите, какие пирожки пышные и аппетитные. Мне хватило всего 20 минут. Достаем из духовки и даем им остыть. Тесто мягкое, воздушное, начинка сочная и при этом не водянистая. Пробуйте, жду вас в комментариях. Подписывайтесь на мой канал в Рутуб, чтобы не потерять большое количество рецептов и оставаться со мной на связи. С любовью, Евгения и Кулинарный канал «Это просто». Продолжение следует...